Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. Сегодня с вами Ольга Дуброва, и я вам расскажу об интереснейшей группе вьющейся растения. Но о той части, которая относится к однолетним культурам. Потому что пока мы дождемся, когда начнет расти в полную силу клематис или какая-нибудь другая лиана, то это очень долго, у некоторых не хватает терпения. Так вот, для нетерпеливых, однолетние лианы, вьющиеся, лазающие, одним словом, лианы, это огромный мир. И чем хороши однолетние лианы, тем, что они за короткий период всю предоставленную поверхность освоят. И такой немножко экскурс может быть голопом по Европам, но я вам хочу раскрыть не только те, которые мы часто используем и давно знакомы нам, но и немножко расширить, может быть, ваш кругозор и показать вам те, рассказать про те, которые еще мало распространены. Но я думаю, они будут вам интересны. А на чем-нибудь, надеюсь, мы остановимся даже и еще раз, если вы заинтересуетесь и попросите. Ну, начну, конечно, с простой ипомии, которая называется ипомия триколор. Это весьма распространенное, очень благодатное растение. Сортов его великое множество. Она так и называется ипомия пурпурея или ипомия пурпурная. Совершенно разнообразные окраски. И иногда, допустим, вот здесь мы на картинке видим и называются летающие тарелки ипомия триколор пишут. Это немножко другой вид, но различия между ипомией пурпурной отличаются лишь тем, что окраска воронки другая. А так, в целом, и цветок, и характер роста у ипомии триколор и пурпурной одинаковые. И чем она хороша? Тем, что мы можем сеять ее непосредственно в грунт. И в грунте она всходит замечательно, если мы, конечно, не забываем поливать. И в течение недели она однозначно взойдет даже собственными семенами собственного сбора. И это очень приятно. Мы сеем густо. Я потом покажу вам пример, как это можно оформить у себя на участке. И затем можно проредить. Ипомия не любит пересадку, поэтому лучше посеять погуще, а затем проредить. Следующие ипомии, которые, может быть, несколько реже встречаются, это ипомия, как циная называется. Ипомия кроваво-красная. У нее оригинальные мелкие красные цветочки, но они многочисленные. И цветут они тоже до самой-самой осени. Следующая ипомия – это хидрифолия плющелистная. И листики у нее, как уже понятно из названия видового, листики у нее похожи на листики плюща. Они мельче, чем у ипомии трехцветной или пурпурной. Но также очень быстро заполоняют предоставленное пространство. Ипомия, которая называется квамаклит, тоже представляет большой интерес, потому что имеет очень красивую ажурную листву. Абсолютно рассеченные листики, которые создают такую воздушность в вашем цветнике или на вашей предоставленной опоре. Эти ипомии все хороши для нас тем, что их можно сеять непосредственно в грунт, как только нам позволит это проделать почва. То есть почва должна прогреться, как правило, 8-10 градусов, и начинаем посевы. Не забывайте, если вы сеете в грунт, не пропустить момент, предоставить какую-то опору. То есть когда растение в высоту достигнет не высоту, а появится по высоте 5-6 лист, сделать какую-то опору, чтобы потом не было такого, что растения ваши полегли. Опору можно сделать разнообразной формой. Это может быть не только всем нам известная пирамидка или лесенка. Мы можем из прутьев сформировать какой-то купол или вообще причудливое что-то соорудить. И потом мы такое же причудливое сооружение и получим оплетенное нашей лианой однолетней. Следующая ипомия, она будет называться, второе видовое название, ипомия нил. Это более теплолюбивое растение, и зацветает она несколько позже. И, конечно, недостаток такой, что надо посеять через рассаду. Ну и тоже торопиться не надо, не надо сеять ее в марте. Но как раз-таки в середине апреля мы ее и посеем. Ипомия нил имеет оригинальные цветочки. У этого сорта они заостренные, с белой каемочкой. И все они несколько отличаются от ипомии трехцветной или пурпурной. Если мы ее будем сеять в грунт, да, она, возможно, зацветет. Но цветение не успеет быть очень пышным, проявить себя в полной красе. И самое печальное, что и семена не успеет полноценные завязать. Очень-очень буду рекомендовать ипомию, которую называют ипомия. На самом деле это кломоклит лопастной. Просто великолепное растение. В процессе своего развития оно меняет окраску. Цветки меняют окраску. Желтой на красную. Кисти длинные, сантиметров 20-30, в зависимости от ухода и почвы. И цветет до самой поздней осени. Тоже мы пускаем ее через рассадку. И затем высаживаем в открытый грунт. Если посеять немножко даже чуть раньше, чем середина апреля, где-нибудь в начале апреля, то мы получим вот такие вот сеянцы. Вот этому сеянцу 2,5 недели. Это кломоклит лопастной. И затем, когда мы уже увидим, что растению требуется опора, то прямо в стаканчик мы ему сделаем такую опору, чтобы смогла заплетать. Потому что если мы не предоставим опору, то оно начнет полегать, излишне вытягиваться. Всякие условия у нас дома могут быть. Может быть, посеяли рано, или очень жарко, и все очень хорошо для нее, жирует. И растение может излишне вытянуться. Не пугайтесь. Это с корнями у них все плохо. Нельзя пересаживать, надрывать, потому что стержень глубоко уходящий в почву. А прищепнуть сверху, когда уже достигнет роста такого, что дальше уже некуда оплетать предоставленную ей палочку, а до улицы, еще до открытого грунта далеко, еще возможны заморозки. Поэтому прищепните и не бойтесь, получится более ветвистый кустик нашей лианы. Очень интересное растение, которое называется тумбергия. У нее необычные желтые цветочки с черной точечкой в середине. Здесь сорта смесь. Семена у нее, конечно, помельче, чем у ипомии. Иногда бывают сорта с оранжевой окраской, с черной серединкой. Так они и называются. Черноглазая сюзанна. Цветочки, не цветочки, а семена очень интересные. С такой пустой, вроде бы, серединкой. Кажется, что они испорчены или кто-то их покусал. Нет, все в порядке. Можно, не замачивая их, посеять в почву и дожидаться всходов. Всходы тумбергии появляются не так быстро, как у ипомии. Но, поверьте, она очень быстро потом заплетает предоставленное пространство. Следующее растение. Ну, я думаю, что всем оно нравится и всех покоряет, когда видят картинки. Потому что необычайные такие колокольчики. Это кобея лазающая, кобея сканденс. Цветки, ну, просто роскошные. И диаметр цветка может достигать 8 сантиметров. Ну, даже если он будет 6-7 сантиметров, это уже будет успех. Но ее также надо высевать через рассаду. Семена, хорошо, что они крупные. Поэтому с ними легко работать. Если вы их замочите, то вы их потом не разлепите. Они покрываются такой слизью. Семена, видите, какие хорошие, удобные. То есть мы их раскладываем по поверхности горшочка, запосыпаем потом грунтом, проливаем и дожидаемся всходов. Кобею надо посеять пораньше. Где-то в начале апреля. Некоторые пишут, что в конце марта. Но она будет чахнуть, будет себя плохо чувствовать, перерастать, вытягиваться. И потом все равно будет болеть, когда вы пересадите ее в грунт. Поэтому посеете в начале апреля. И вы дождетесь хорошего цветения. Если посеять позже, она все равно зацветет. Но семян своих вы не получите. Она не успеет их завязать в наших условиях. Следующая лиана. Это горошек, который называется широколистный. Латифолиус. Он такой же хороший, как и горошек, который душистый. Нам привычный однолетний. И также цветки имеют приятный аромат. Но плюс такой, что он многолетний. Мы его посеяли. Распикировали после прорастания в отдельные горшочки. Подрастили рассадку. Посадили в открытый грунт. И на одном месте он может расти. Правда, не так долго, как, допустим, пион. Но в течение 4-5 лет он будет вас радовать. Зачем? Затем он дает очень хорошо завязывать семена. Поэтому не мудрите, не пересаживайте его там, не пытайтесь делить. Лучше посеять, омолодить путем посева свежими семенами. Душистые горошки – это вообще отдельная история. Я считаю, что каждый просто обязан у себя под окошком посадить душистые горошки. Потому что они источают необыкновенный сладостный аромат. Можно как посевом непосредственно в открытый грунт. Потому что, в принципе, он перенесет низкие температуры и отлежится в земле. А можно, если вы хотите, ускорить этот процесс и посеять точно так же в горшочке. Можно предварительно замочить. Тогда весь этот процесс пойдет быстрее, если нет у вас терпения. Замочиться, как мы обычно замачиваем. Можно не пользоваться какими-то особыми ростовыми веществами. Хорошие свежие семена и так зайдут замечательно. Но набухшие, естественно, зайдут быстрее. Потому что, может быть, трудно уловиться в горшочке влажность почвы. Так будет надежнее через замачивание. Еще очень интересное растение, которое, мне кажется, давно уже знакомо. Но некоторые для себя его открывают. Это называется гиацинтовые бобы. Или так красиво называется далехоз лаб-лаб. Три слова. Далехоз лаб-лаб. В молодом возрасте их можно употреблять в пищу. Это я так подкрадываюсь к той теме, когда не только красиво, но еще и можно в пищу употреблять. Ляна очень мощная, красивая. Есть сорта с пурпурными листьями, с пурпурными цветками. Есть двухцветные сорта. Есть розовые. Белых я пока еще не встречала. Затем образуются такие пурпурные лопаточки, которые по мере созревания также украшают растения. Если посеять через рассаду, то мы получим свои собственные семена. Следующее растение – азарина лазающая. Азарина сканденс. И выглядит она на стадии прорастания, конечно же, несколько скромно. Не так, как показанные ребят. Азарина. Очень активного роста травянистая лиана. И цветки у нее красивые, фиолетовые. В общем, вариации фиолетового цвета и похожи на цветочки львиного зева. Очень быстро заполняет площадь. Очень хорошо развивается. И снова же дает семена, что, мне кажется, немаловажно. Следующее, чем я хочу вас порадовать. С Азариной мы разобрались. Семена у нее небольшие, немаленькие. Кардиоспермум. Растение, которое можно встретить в продаже. Даже похвастаюсь, какие у них красивые, просто красавчики семена. С ними легко работать. Посмотрите, какая прелесть. Вот они такие веселенькие, с белыми бочками. Это с ними все в порядке. Просто у них от природы такая окраска. Белые бочочки разной конфигурации. Кардиосперму можно посеять в грунт, а можно и тоже через рассаду. Не бойтесь, что оно вытягивается, с ним будет все в порядке. Формирует затем на цветоносах, по мере отцветания цветочков, зеленые фонарики, похожие как у физалиса. Только у физалиса они оранжевые, а у кардиоспермума они зелененькие и чем-то напоминают сердечко. Созревают семена хорошо, хранятся семена хорошо, поэтому пробуйте. Оригинальное очень будет, очень оригинально выглядеть ваше растение. И теперь я подбираюсь к группе лян, которые можно кушать, когда нету наших овощных культур. Это, конечно же, фасоль, которая называется как цинея, фасоль красная или называют еще турецкие бобы. Но это вообще с ней работать легко. Тут и детям можно поручить, посев такой фасольки. В теплых регионах ее сеют непосредственно в грунт. Вам я порекомендую посеять через рассаду. Можно посеять ее прямо в отдельные стаканчики, либо, если это такой горшок, то вдавить три семечки на такой горшочек. Если что-то пойдет не так, какое-то растение будет выглядеть угнетенным, либо вам не понравится, что оно заболевшее или еще что-то случится, то у вас всегда есть возможность выбрать один-два самых здоровых и их потом перенести в открытый грунт. Когда корневая система оплетет, мы сжимаем со сторон наш горшочек, переваливаем на руку, вытряхаем растение, оно легко держится. Когда корневая система держит земляной ком, то это легко проделать. И в подготовленную ямку опускаем, прижимаем, ставим опору по мере роста. Очень-очень буду вам рекомендовать такую лиану, которая не только активно используется как пищевое растение, но и также весьма декоративно. Цветочки, правда, у нее мелкие и даже причудливые. И даже с удивлением, когда подойдете, обнаружите их, потому что кажется, что когда же она зацветет, а цветочки мелкие, сантиметр-полтора. Могут быть розовые, фиолетовые, розово-белые, ну, различные вариации. И они где-то спрятаны. И думаешь, наверное, что-то все пошло не так, и ничего не получится. Это называется вигна. Вигна египетская, либо могут называть еще китайская спаржа, спаржевая лобия, гигантские бобы или гигантская фасоль, длинные бобы. То есть можно встретить под различными названиями, но все это будет вигна. Африканского происхождения растения, но в настоящее время распространена по всему практически миру, там, где теплые регионы. И издавна используется в пищу. И плоды у нее, у вьющейся формы, могут достигать длины одного метра. У меня метра не достигали, но 80 сантиметров стручки были. И если предоставить опору, которая будет позволять, допустим, в типа арки, то они будут причудливо свисать, возможно, изгибаться. Если вы поинтересуетесь в интернете о ее целебности, то это просто кладезь витаминов. Плоды снимают по мере созревания. Когда после того, как сформировался, спустя там 10-14 дней, их можно употреблять в пищу. Если мы срежем боб, стручок этот, разрежем пополам и посмотрим на изгибе, что там находится. Там никаких пергаментных перегородок, там никаких пленок. И само семечко фасолинка, она размером с рисовое зернышко. То есть длительное время оно сохраняет такую вот товарную спелость, которая позволяет использовать как в свежем виде, так и в вареном. Если не справляетесь с урожаем, то можно их с успехом заморозить. Не забудьте перед этим ашпарить кипятком, чтобы кармалы не перешли в сахара. И тогда можно хранить ее замороженной. Семена у нее тоже симпатичные. Как я уже говорила, она может быть как кустовой. Но кустовая – это не то, что нас сегодня интересует. И стручки у кустовой, они сантиметров 20-40. Разные окраски, так и у длинноплодной они могут быть и зеленые, и фиолетовые, насыщенные зеленые. И семена, как обычные фасолинки, только мелкого цвета черные. Их еще называют черные бобы и активно используют в пищу. Поэтому она не только украсит ваш участок, но вы еще сможете пользоваться ее в пищу, как очень ценный питательный диетический продукт. Очень удивительное, красивое, привлекательное растение. Есть еще различные другие виды вигны, но я думаю, что они пока еще нам недоступны. Фасоль мы рассмотрели. Ну и еще хочу заинтересовать вас таким растением. Это то, что я говорила, может быть, мы с вами как-нибудь еще поговорим про группу тыквенных декоративных растений, потому что тыквы, которые в пищу, мы все это знаем. А то, что касается группы тыквенных, это и различные огурчики, и тыквочки, и все такое. Это люфа. Люфа египетская или остро-ребристая. У нее тут заметные такие вот ребрышки. Семена у нее тоже удобные для использования. Черные плохо видны. Их легко посеять. Всходы появляются через 8-10 дней. Растения тоже активного роста. И, конечно, хорошо бы предоставить себе такую опору-шпалеру, чтобы диковинные плоды были на виду. Люфа, ну вы, наверное, уже услышали, что люфа это то, из чего когда-то делали мочалки. И мы их все в детстве не любили, потому что у фу-фу появились яркие, желтые, зеленые, синие, пластиковые. И это было гораздо интереснее для нас. Ну а теперь мы все стремимся к натуральному. И поэтому вы, вырастив люфу у себя в огороде, вы сможете получить собственные мочалки. Как сделать мочалку из выращенной люфы, это вы тоже узнаете в интернете, я надеюсь. Есть еще другая разновидность люфы, которая называется люфа цилиндрическая. У него немножко другие плоды, они не такие ребристые, они в самом деле висят такими цилиндрами длинными. Плоды и той, и другой достигают внушительных размеров, и все зависит от вашей агротехники. Естественно, что в южных регионах хозяин посадил бы у себя 2-3 растения. В северных регионах следует посадить штук 10, чтобы обеспечить семью мочалками. Ну а в средней полосе хватит, я думаю, 3-4 растения. И при правильной агротехнике, правильно выбранном месте, где будет тепленько, землю она требует очень сытую, подкормленную, то семью мочалками вы обеспечите. Ну и к тому же на ранних этапах развития, как только образовались эти плодики, некоторые из них можно применять в пищу, а некоторые нельзя. Ну это тоже можно уточнить. Вдруг вы хотите выращивать какое-то вьющееся растение непосредственно в горшке, и чтобы оно стояло у вас на крылечке в горшке. Возможно, он будет такой, а возможно, он будет больше. Поэтому вы сразу можете туда посеять. Давайте с вами посеем что? Давайте с вами посеем фасоль. Мы еще раз дополнительно прольем. Вы можете поставить этот горшок в теплице, пусть он там себе растет. Посадили. Этих зернышек может быть 2-3 на такой горшок. Еще раз проливаем. И когда они подрастут, можно подручными средствами, палочками, любыми. Ивовые прутики, яблоневые веточки. У меня это, не завидуйте, это не бамбуковые палочки, это всего лишь палочки от сорга. Здесь мы подвяжем, и будет готовая опора. Получится маленький такой индейский типи. То же самое мы можем сделать в грунте. Допустим, я сюда перенесу модельную площадку. Представим, что это наша почва, грунт. И мы туда давайте посеем что? Чем я пожертвую? Кардиоспермумом. Это происходит в грунте. Почва прогрелась, и мы будем производить посевы. Конечно же, мы хорошенько проливаем. Мы делаем канавку. Глубина канавки зависит от размера нашего семечки. Но обычно это 2-3 сантиметра. Так можно посеять ипамию, душистогорошек, любое вьющееся растение. Рассыпаем зернышки. Естественно, на открытом пространстве, в открытом грунте, диаметр вот этого нашего волшебного круга будет на ваше усмотрение, в зависимости от возможности ваших площадей. Он может быть от 60 сантиметров до метра. Присыпаем. Засыпаем. Это все мы делаем в грунте. Это мы делаем на подоконнике. Еще раз заостряю ваше внимание. И сразу же при посеве мы устанавливаем колышек. Колышек высотой тоже, которая вам нравится и что у вас есть. Он может быть и 2 метра, и полтора. А может быть, вы найдете и побольше тычку в соседнем лесу. Колышек установили по радиусу вокруг. Вы в дальнейшем установите либо шпильки с натянутым шпагатом сюда. И у вас снова получится волшебный вигвам или типи, как вам нравится его назвать. И получится такая пирамида. Если мы поставим дуги овально, то и фигура у нас затем получится овальная. Это вот то, что мы должны проделать в грунте. Ну вот, почти кратко о вьющихся однолетних растениях. Высаживайте, потому что это очень благодарные растения. И быстро вас порадуют своим цветением. И даже дадут семена. До новых встреч!